Два члена экипажа захваченного судна «Норд», «Кок» Ирина Аборина и матрос Дмитрий Таразанов уже в Крыму. Вернуться домой из Киевского аэропорта им удалось по чистой случайности. Рассказывают, этот день запомнят на всю жизнь. Это, наверное, самый радостный день моей жизни. Я его запомню на всю свою жизнь. Буду передавать своим детям и внукам. Очень рады этому, что наконец-то хоть можно вдохнуть воздухом без всяких взглядов, без нарицаний. Вот у нас есть теперь наши паспорта нашего государства, нашей России. При задержании у крымского экипажа отобрали российские паспорта. Новые документы морякам оформили в российском консульстве в Харькове. По этим загранпаспортам Ирина и Дмитрий и смогли пересечь границу. Им посчастливилось лишь в том, что транскрипция их фамилии в российских паспортах отличалась от идентификационных данных в украинских удостоверениях. Вот, пожалуйста, отметка. Счастливая отметка. Наконец-то ребята выбрались из плей на это. Да, надеемся, что и наших в ближайшее время это... Да, и наших ребят тоже будет ждать. Все, вы куда направляете? То же самое счастье. Плавучая тюрьма. Именно так можно назвать судно, на котором экипаж вынужден был находиться почти целый месяц. На борту закончился запас питьевой воды, еды и топлива. Ведь моряки вышли в море лишь на три дня. С каждым днем ситуация ухудшалась. Понятно, почему в каютах такой запах. Вот запах реально ужасный. Да потому что трюм опечатан вот здесь, на улице. Запах от трюма уже невыносимый. Хотя на улице достаточно прохладно. Запах просто ужасный. Катастрофа. И это уже в каютах. Поэтому с каждым часом это все ухудшается, ухудшается, ухудшается. Семерых членов экипажа, которые пытались вылететь в Минск следующим рейсом, не пропустили. Украинская погранслужба обвинила их в обмане. Сейчас они находятся в российском посольстве на Украине. МИД России уже потребовал от Киева прекратить издеваться над людьми и дать им возможность вернуться домой. Субтитры создавал DimaTorzok